АПЛОДИСМЕНТЫ Вы себе не представляете, у меня такая радость! Друг мой, Боря, недавно вернулся из интернета. Как пять лет его никто не видел. А тут у Бори компьютер сломался, мама его на радостях мне позвонила, я быстренько прибежал, Борю сразу не узнал, он же весь бородой зарос. Разговаривать с ним было сложно, он первое время на все мои вопросы ответы пальцами по столу печатал. И лицом пытался смайлики изображать. А когда на 26-м смайлике Боря наконец заговорил, потащил я его на улицу знакомиться с реальным миром. Идет Боря по улице, озирается, у тебя есть карта этого лабиринта? Идем мы с Борей по переулку. Навстречу трое угрюмых парней. Боря говорит, славик, гоблины наступают. А у нас ни оружия, ни аптечек, ни зелья регенерации. Как тут сохраниться можно? Я говорю, не знаю. А сколько у нас жизней в этой игре? Я говорю, не поверишь. По одной. Тогда врубаем режим невидимки. На землю упал, под картонку возле мусорки заполз. А я невидимкой стать не успел. Эти трое ко мне. Дядь, извини, пожалуйста, нам срочно позвонить нужно по айфону. И желательно, чтобы он у тебя был шестой с плюсом. Я таким-то местом подозреваю, что меня будут бить, поскольку у меня даже пятого с минусом нет. Как вдруг из-под картонки высовывается Боря на рука и хватает главного гоблина за штанину. А правая рука у Бори накачанная мышкой. Да. Он еще голову высунул, борода во все стороны торчит, рожа красная. Орет с таким азартом, как во время игры. Славян, вырубай! Вырубай прислужников! Главарь гоблинов мой! А у хулиганов, видимо, интернета нет. Испугались до смерти бежать. Только главный гоблин ногой дрыгает, а Боря по его штанине вверх карабкается. Орет еще громче. Срывай, шматье! Зачем? Правил игры не знаешь. По тайной лавке барыги толкнем, арбалеты купим. После этих слов главарь мастерски выпрыгнул из штанов, оставив их у Бори в руке вместе с кошельком. Тремя айфонами. Эх, жаль, мало трофеев взяли, закричал Боря. Но ничего, зато на второй уровень перешли. И натянул чужие джинсы поверх своих пижамных штанов, в которых он, собственно, и вышел на улицу. Я говорю, Боря, отдохни после боя. Пошли в парк, посидим, подышим свежим воздухом. Зашли в парк, сели на лавочку. Тут подходит кошка и давай об меня тереться. Боря говорит, Слава, она ворует твою магическую энергию. Значит, это оборотень. Кошечка дружелюбно мяукнула. Боря, не надо мне мяу. Ты по-человечье скажи, где находится база гоблинов? Мяу. Что боишься, они услышат, да? Мяу. Тогда в чат. В чат мне напечатай. Впервые в истории кошковедения бедное животное стало заикаться. Что почему-то окончательно вывело Борю из себя. В чат напечатай, овца. С перепугу бедная кошечка и начатала, и напечатала. Прямо мне на ботинок. Ничего себе, воскликнул Боря. Она отдала тебе свою магическую энергию. Теперь мы на третьем уровне. Пошли с гоблинов шмот срывать. Ну, идем дальше. Видим, гастарбайтеры траншею копают. Боря говорит, Славик, смотри, гномы золото ищут. Я говорю, нет, тут никакого золота. Просто какую-то линию прокладывают. Боря крикнул в траншею. Подземные жители! Всем выйти из сумрака! Из глубины послышался взволнованный голос. Ребята, а? Денежка собирай! Участковый пришла! На смену голосу оттуда показались черные усы. Боря спросил их, у тебя проводная сеть или вай-фай? Усы ответили, зачем вай-вай? Мы работаем вах-вах! И показал Борю ржавое ведро, полное земли. Боря с криком, ты во что превратил рыцарский шлем? Выспал землю обратно, надел ведро на голову и заорал, четвертый уровень! Я говорю, Боренька, а сколько же уровней нам нужно пройти в этой игре? Сорок! Я говорю, тогда пошли в бар! Заходим в ближайший бар. Сразу попадаем в центр внимания. Музыка выключилась, потому что диджей жвачкой подавился. Бармен вместо стойки чью-то лысину протирает. Я говорю, Боря, а шлем сними. Неприлично так в помещении. Боря снял ведро, держит его в руке. Охранник к нам подбежал. Молодые люди, у нас со своей посудой нельзя. Я говорю, это не посуда, это у нас головной убор. Пока охранник затылок скреб, я Борю к стойке, бармену подмигиваю всем организмом. Оплесни к нам, хозяин таверны, зелье для повышения магической энергии. А то друг мой никак на пятый уровень перейти не может. Бармен понятливый оказался. Бутылку водки на два стакана разлил и говорит, на пятый уровень, залпом и без закуски. А если хотите сразу на шестой, нужно еще магическим пивом шлифануть. Могу налить прямо в ведро. Боря спросил его, а от этого зелья что вырастает? Когти, крылья или хвост? Я говорю, хобот у тебя на лбу вырастет. Больше им трофея хватать. Что было дальше, помню, смутно. Очнулся у Бори в квартире на куче трофейных шмоток и мобильников. Судя по размерам кучи, на шестой уровень Боря все-таки перешел. Я думаю, даже на седьмой. Поскольку сам он сладко спал с другой стороны, аккуратно подложив под голову милицейскую фуражку. После этого случая я лично за компьютером вообще не сижу. Не сижу. А, я много гуляю на улице. Ищу покемонов. Да шучу я! Неохота, знаете ли, терять свою магическую энергию! Субтитры создавал DimaTorzok